В Магнитогорске начала работу 11-я научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения». В этот раз участники просветительского форума обсуждают православие и отечественную культуру, потери приобретения минувшего, образ будущего. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. «Петровские чтения» – это крупный общественно-церковный образовательный форум. Его название связано со священномучеником Петром, митрополитом Крутицким. Он возглавлял русскую православную церковь – самое сложное в истории России время. Темы Петровских чтений ежегодно были самые разные. Нынешние 11-е посвящены взаимодействию православия и культуры. Вопрос культуры – это тема 11-х Петровских чтений, он наиболее актуален, наверное, в наше время. Мы будем обсуждать вопросы образования, вопросы просвещения, вопросы социальные. То есть то, что волнует наших людей, наших граждан, что касается жизни каждого человека. Мы будем высказывать свое мнение, искать точки, соприкосновения. Будем думать над тем, как решать проблемы, которые стоят перед каждым из нас. Торжественное открытие Петровских чтений состоялось накануне Дня памяти священномученика Петра. В зале Дворца культуры собрались представители духовенства, государственные и общественные деятели. Глава города Сергей Бердников отметил важность данного мероприятия. Это традиционное для нашего города событие. Мы всегда его приветствуем, открываем. И, наверное, мы, собственно, этим даже и горды. Потому что сегодня то направление, которое затрагивается на этом форуме, и в течение всех этих встреч проходят в разных аудиториях, на разных площадках, вот рассматриваются множество тем, которые сегодня чрезвычайно важны для нашего общества. Петровские образовательные чтения – знаковое событие не только для города, но и для всего Южного Урала. Форум проводит Магнитогорская епархия, администрация города и МГТУ при поддержке ММК, правительства и губернатора Челябинской области. Это важно для развития наших будущих поколений, для воспитания современной молодежи, которые должны, просто обязаны жить в уважении к различным религиям, конфессиям и культуре наших народов, которых у нас и в регионе, и в стране в целом очень много. Поэтому, конечно, мероприятие одно из ключевых и важнейших. Участников научно-практической конференции ждет насыщенная программа, мастер-классы, лекции, семинары, концерты, духовной музыки. Во время открытия с пленарным докладом выступила ученый-правовед Ирина Умнова-Конюхова. В своем выступлении она затронула тему взаимодействия государства, общества и церкви. Думаю, что сейчас очень важно нам, ученым, интеллигенции, делиться между собой этим взглядом, потому что нам нужно вырабатывать государственную политику в этом направлении, в содружестве с церковью и усиливать свое влияние на умы и мирозрения молодежи. Петровские образовательные чтения продлятся до 14 октября. Часть мероприятий пройдет в Верхнеуральске. Ольга Аникина, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.